МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Служитель науки, удивительный педагог, неравнодушный человек. В Барнауле ушла из жизни основатель факультета искусств Алгу Тамара Степанская. Меньше чем через месяц нацпарк Тогул может появиться в крае. Проезд в общественном транспорте может стать бесплатным. Кто будет компенсировать затраты перевозчиков? Мир искусств сегодня осиротел. В Барнауле ушла из жизни известный искусствовед, основатель факультета искусств классического вуза Тамара Степанская. Профессор скончалась на 81-м году жизни после продолжительной болезни. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Поминальный звон в честь Тамары Степанской. Сегодня утром не стало выдающегося лектора, основателя факультета искусства ГУ. Отец Георгий под ее чутким руководством писал докторскую диссертацию. С ней встретились, помню, в архиве какая-то была выставка. Она меня пригласила, говорит, приходите, давайте пообщаемся. Она консультировала мне, подсказывала, какие-то тексты мои высматривала, значит, редактировала правила и, ну, в итоге получилось. Биолог по первому образованию. Случайность. Искусствовед по второму делу всей ее жизни. Первые шаги в большое искусство Тамара Михайловна делала не за университетской кафедрой, а в стенах художественного музея, где еще совсем юной девушкой она доступным языком писала рассказы о картинах. Приоритет ее уже, наверное, даже трудно где-то отыскать. Вот как раз составитель Тамары Михайловны Степанская. Апиграфом она делает стихотворные строки, в частности, Блок. Вообще, Тамара Михайловна очень любила поэзию и сама писала стихи. И вот, наверное, такой человек, который может писать стихи, который вот так тонко чувствует искусство, живопись, архитектуру, музыку. Только такой человек с такой тонкой организацией души может быть искусствоведом. Оставив музей, с головой ушла в историю архитектуры, оказала огромное влияние на многих и воспитала талантливых учеников. Общаясь с большим количеством творческих личностей, художников, она вела потрясающий диалог, никогда не давила, но всегда четко доносила свою позицию, всегда была готова помочь. Она же организовывала в созданной ею галереи универсум выставки не только профессионалов, но и множество художников, примитивистов там выставлялось, множество художников в области декоративно-прикладного искусства. Она дала просто многим жизнь в искусстве, когда раньше от них отмахивались. Душа Тамары Михайловны болела за сохранность архитектуры города. То, что происходило с сердцем Барнаула, сереброплавильным заводом, называла трагедией. И ничего не делают для восстановления, для реставрации. Но болела не только душа. Три последних года Тамара Михайловна сражалась с болезнью, но продолжала принимать последователей и друзей. Проводить в последний путь наставника придут многие. Дату и место прощания озвучат позже. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Еще четыре смертельных случая за прошедшие сутки. Такова новая статистика по коронавирусу. 63 человека инфицированы. Всего на данный момент в крае зафиксировано 12 405 случаев. 902 человека проходят лечение. Между тем, Роспотребнадзор озвучит результаты петрасследования, которое проводится в Даре в понедельник 14 сентября. Таков ответ ведомства на наш запрос о работе медучреждения. Напомним, проверку начали после того, как девушка, которая уверена, что заразилась COVID-19 в перинатальном центре, рассказала об этом в своем инстаграме и попросила закрыть Дар на карантин. По сообщению Роспотребнадзора, в центре делают так называемые смывы с поверхности, проводят лабораторные исследования. Ранее с проверкой там был Краевой Минздрав. Итог, причин для паники и закрытия нет. 11 сентября. Эта дата спустя многие годы напоминает миру о трагедии в Нью-Йорке. В 2001 году захваченные террористами самолеты врезались в Нью-Йоркские башни близости. Погибло несколько тысяч человек. Новейшая история России тоже знает несколько страшных терактов. Мюзикл «Норд-Ост». Октябрь 2002-го. Теракт на Дубровке. Несколько дней около тысячи заложников держали в здании. Погибли 130 человек. 1 сентября 2004 года теракт в школе Беслана. Захвачено больше тысячи детей, их родственников и учителей. Более 300 человек погибли. С тех пор 3 сентября считается днем памяти жертв терроризма. Что мотивирует людей примыкать к террористическим организациям и почему в Америке берут на вооружение работу наших сотрудников ФСБ, расскажет Ирина Корчагина. Задержание выходца из Средней Азии в аэропорту Барнаула. Июль этого года. Мигрант примкнул к террористам и даже готовился к боевым действиям на Ближнем Востоке. В Барнауле он собирал информацию о местах массового скопления людей и отправлял фото с привязкой к местности. Задача стояла в том, чтобы сделать снимки крупных объектов мест массового пребывания людей. В принципе, объект может быть любой. Начиная от вокзала и заканчивая торговым центром. Цель не в том, чтобы сделать снимок и направить его, а цель в том, чтобы проявить и подтвердить желание выполнять поставленные задачи. Даже если они будут носить противоправный характер. К счастью, Алтайский край не знает терактов. Наш регион относит к так называемым спальным районам. Но угроза есть всегда. Александр Кондрашов рассказывает, в основном к террористам примыкают трудовые мигранты, молодежь и лица, отбывающие наказание. Традиционно выделяется два вида мотивов. Это материальный и идеологический. Но если говорить проще, то, как правило, в эту сферу попадают лица, которые не имеют какой-то серьезной цели в жизни. Попадают маргинальные группы, в данном случае имеют низкий заработок, либо не нацелены на его получение. Поэтому силовики не только выявляют и пресекают теракты, но и проводят профилактику, чтобы неподготовленный человек не стал приверженцем террористов. Заур участвовал в нападении на Нальчик в 2005 году. Приговорен к 18 годам заключения. Говорит, только в колонии многое для себя осознал. В Алтайском крае более 8 тысяч объектов требуют антитеррористической защиты. Это школы, спорт-объекты, торговые центры. И, кстати, работу российских силовиков берут на вооружение даже за рубежом. В тех же самых Соединенных Штатах буквально в прошлом году было сформировано агентство, которое начинает не дублировать и копировать, а пытается осмыслить наш опыт и реализовать его на собственной территории. Допустим, по наиболее активно применяемым даже в нашем регионе террористическим учениям, которые проходят минимум, наверное, не менее четырех раз. Этот опыт, видео, которое выставляется в открытом доступе, активно изучается и используется для попытки формирования аналогичных систем и на Западе. Во многом на этот опыт повлияли именно те страшные события, которые мы до сих пор вспоминаем. В Беслане, Буденовске, Волгограде, Санкт-Петербурге, Москве. Хочется верить, что они больше никогда не повторятся. Ирина Корчегина, Николай Шилко. День с толком. К другим темам. Пешеходный переход сделают безопасным. После нашего материала об опасной дороге, по которой дети идут в 136-ю школу, власти решили навести порядок. Здесь производится строительство искусственной дорожной неровности на пешеходном переходе. Сегодня в течение дня оно будет завершено. Напомним, эта дорога в школу одна, но даже зебра безопасность не обеспечивала. По статистике, которую ведут местные жители, наезды на людей происходят минимум раз в месяц. Поэтому мамы и папы уже пару лет просили власти сделать у перехода искусственную неровность. В нашем материале 9 сентября в мэрии пояснили, что денег на это в 2020 году уже нет. И тем не менее работы проводят. Также здесь установят знак «Осторожно, дети». Меньше чем через месяц в Алтайском крае должен появиться первый национальный парк «Салаир». Раньше его представляли под названием «Тогул». Ожидается, что соответствующее постановление правительство России опубликует 1 октября. Накануне этого события депутат Госдумы Александр Прокопьев предложил встретиться в Тогуле главам районов, на территории которых и появится особо охраняемый природный объект, чтобы еще раз обсудить вместе с Министерством природы Алтайского края, готова ли территория и, главное, люди к появлению нацпарка. Этим сеянцам кедра всего несколько месяцев. Их вырастили в мини-питомнике при Тогульской средней школе. Ее директор Ольга Шнайдер говорит, нянчились с ними, как с детьми. Уход заключался в поливе, в том, чтобы они не сгорели, мы закрывали их, отпугивали ворон, пололи. Вот это основная работа. Потом увидели, что они начали болеть, нам опять подключился лесхоз, нам подсказали, что надо сделать, мы их пролечили. Ну вот, как бы, вот таким образом. Их выращивают специально для национального парка «Салаир», который вскоре должен появиться неподалеку отсюда. На территории будущего нацпарка еще недавно хозяйничали золотодобытчики и уничтожили уникальный кедровый лог, который предстоит восстановить. Депутат Госдумы Александр Прокопьев, посетивший школу, отметил, нацпарка еще нет даже на бумаге, а саженцы для возрождения утраченного леса уже есть. Для того, чтобы саженцев было больше, необходимо расширять питомник. Поэтому сегодня я подарил школьному лесничеству мотоблок. Уверен, что он пригодится и будет полезен в этом замечательном, большом, интересном деле. Вырубить деревья просто гораздо сложнее их вырастить. И, как выяснилось, еще сложнее соединить интересы защитников природы и людей, живущих и работающих на территории, отведенной под национальный парк. Поэтому Александр Прокопьев организовал рабочую встречу с главами районов, на территории которых появится парк, а также руководством Краевого Минприроды и представителями Общероссийского народного фронта. На этих территориях проживают те люди, которые там исконно живут. И для них, на самом деле, эти парки, наверное, первоочередная задача для нас сегодня с вами, чтобы для них было комфортно. Главы районов Ельцовского, Тогульского, Заринского подтвердили. На первых этапах два года назад идея нацпарка вызвала отторжение значительной части населения. Ведь особо охраняемая природная территория – это всегда запрет на хоздеятельность. Алексей Грибков, эколог, общественник, одним из первых настаивал на создании нацпарка, чтобы сохранить черневую тайгу Салаирского кряжа. И он же прекрасно понимает, на этой земле испокон веков живут люди, для которых лес – это источник заработка, пропитания. В итоге под его руководством был создан план зонирования территории, который прописывает, где можно вести хоздеятельность, где нет. Учитывались, заверил он, даже мельчайшие нюансы. Там живут староверы. Вне населенных пунктов исторически так сложилось. И, конечно, они будут продолжать там жить, но чтобы не создать им лишних проблем, это зонирование очень важно. Главы районов подтвердили – зонирование в целом устроило всех. Но окончательное решение, как пройдут границы нацпарка, остается за Федеральным Министерством природных ресурсов. И там могут решить по-своему. И вот тут, отметил Грибков, нужна помощь депутата. Из Москвы, из Минприроды Российской Федерации не видно, где у нас тут пасеки, где у нас тут люди собирают черемшу, колбу или орех. А мы здесь знаем. Это, в первую очередь, органы местного самоуправления и местного населения. В итоге Александр Прокопьев вместе с министром природных ресурсов края Владимиром Попридухиным решил представить Федеральному Министерству природных ресурсов позицию региона по делению нацпарка на особые зоны, чтобы в итоге был принят документ, устраивающий всех. Впрочем, некоторые вопросы, говорят главы районов, до сих пор не решены. Так, на территории Тогульского района действует лесозаготовительное предприятие, которое в случае создания нацпарка и запрета рубок окажется под угрозой закрытия, пострадает и местное население. На сегодняшний день Као-Лес, филиал, который есть у нас в районе, он работает в тайге. А то, что войдет в национальный парк, в территорию, и он лишится большего, так сказать, пуска своей территории, на которой он работает, а это и рабочие места, это и лесопродукция, и это дрова. Защита природы, согласился депутат, это, конечно, важно, но как же предприятия, люди? Министр природных ресурсов заверил, людей в обиду не дадут. Они будут работать. Есть та часть лесновых массивов, которая выходит за параметры, в том числе там и колочные, и прочие, будут на них заниматься. И тем не менее, за тем, как будет развиваться эта ситуация, решили следить и в случае социальной напряженности реагировать сразу. В целом вопросов, признали, остается множество. И когда к первому октября Салаир появится на бумаге, самая главная работа лишь начнется. И важно, чтобы к мнению местных жителей продолжали прислушиваться. Илья Кочетков, Николай Шелко, День с толком. Продолжим выпуск. И вот такая неоднозначная новость появилась в информационном пространстве. Министерство транспорта России предложило сделать проезд на общественном транспорте бесплатным. Бесплатным. Правда, за счет других платить будут владельцы личных авто за проезд по региональным и федеральным дорогам. Называют даже год начала проекта 2025. Справедлива ли идея, мы спросили у барнаульцев. Я бы хотел, чтобы люди испытывали другое ощущение от езды. Если я могу на это повлиять, даже оплачивая какую-то сумму, ну, возможно. Но слишком мало вводных данных. Я думаю, что это грустная информация, даже пошел дождь немного. От того, что собственники, наверное, этого транспорта все равно несут издержки и на бензин, и на обслуживание, и так далее. Поэтому это тоже бизнес, и нужно понимать, что предприниматели тоже не должны страдать, несмотря на то, что, да, это такая удобная возможность для самих людей, которые передвигаются на транспорте. Мне кажется, это реально справедливо, вполне. Как бы горожане заслужили это. Думаю, это очередной подбор с населения, ввиду того, что транспортный налог платим, платон платим, и дорожные там что-то тоже у нас есть, что-то имеется. Очередной подбор не более того. А вот этот транспорт будет переполненный, и в него невозможно будет залезть. Ну, идея, в принципе, может быть хорошая, но, как знаете, как Чернобырдин говорил, хотели, как лучше получилось, как всегда. К новостям из мира спорта, пока нерадужным, не могут набрать очки и забить. Барнаульские «Динамовцы» снова проиграли на выезде. Сначала наши футболисты уступили в Екатеринбурге, Уралу 2-0-1, а накануне в Челябинске их буквально разгромил местный клуб. В наши ворота влетело сразу 4 мяча, мы не смогли забить даже одного. Это поражение уже третье подряд. После шести матчей в первенстве ПФЛ в своей группе в активе у наших футболистов всего 7 очков. В турнирной таблице они занимают 9 место из 15. А ведь на «Динамо» надвигается «КамАЗ» уже 21 сентября. На своем поле мы принимаем лидера из набережных Челунов. Но не во всех видах спорта так же печально. Например, на «Гребном канале» довольно успешно проходят первые официальные старты сезона первенства региона. Два дня воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва имени Константина Костенко будут бороться за награды. Приехали более 170 человек из Барнаула, Бейска, Павловска и других территорий края. Подробности в нашем сюжете. Погода отличная, настроение у ребят и у тренеров приподнятое. Еще бы первые старты сезона. Все ждали их с нетерпением. Еще и потому, что на первенстве края есть не только возможность побороться за звание лучших в своих возрастных категориях, но и за право представлять Алтайский край на первенстве России. Оно пройдет в Энгельсе с 22 сентября. Уже по итогам всероссийских соревнований отберут участников на спартакиаду 2021 года. Перспективная работа у вас ведется, системная, по воспитыванию молодых кадров и спортсменов. Уже есть успехи за эти годы. У вас ребята были в юниорской команде, то есть под моим началом завивали и призовые места, и чемпионами стали. Посмотрели будущих, можно сказать, звездочек, возрастающих далеких от сборной команды, конечно же, но уже которые будут стучаться у нас в наши двери. Константин приехал в Барнаул не только, чтобы оценить способности грибцов-юниоров нашего края, но и возможность провести здесь, в Барнауле, тренировочные сборы для российской юношеской команды. Возраст ребят, в которой не превышает 19 лет. Мы очень ждали этих соревнований, очень хочется проверить свои силы в борьбе у всех. Жгучее желание отобраться на всероссийские соревнования. И очень здорово, что наш вид спорта так стремительно и ярко развивается в нашем регионе. Большой интерес на соревнованиях грибцов всегда вызывают заезды категории «микс». Это когда в одной лодке находятся юноша и девушка. На первенстве края такие заезды проходят впервые. Уже сегодня между экипажами развернулась борьба за каждый метр водного пространства. Очень важна поддержка в развитии детского и юношеского спорта. В Алтайском крае очень много делается для развития гребли. И расширение и развитие спортивной базы здесь на Гребном канале – это отличная возможность для юных грибцов, во-первых, развивать свои профессиональные спортивные навыки, а также перенимать опыт мировых звезд грибного спорта в период проведения здесь международных соревнований. Но самое главное – это то, что те инфраструктурные объекты, которые уже построены здесь, которые будут построены, горожане смогут использовать как места для отдыха и для занятий активными видами спорта. К слову, сейчас на Гребном канале идет активная подготовка к этапу Кубка мира, который пройдет в Барнауле в мае 2021 года. К этому сроку здесь должна быть готова новая инфраструктура, которая позволит включить наш Гребной канал в число лучших объектов грибного спорта в стране. Появится возможность проводить здесь не только тренировки сборных команд, но и соревнования любого уровня – от региональных до международных. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. Есть еще приятные новости. Барнаульская спортсменка стала чемпионкой России по кикбоксингу. Студенткой политехнического вуза Марина Черненко обошла опытных соперников из мирового рейтинга. Воспитанница спортивного клуба «Ликон». Девушка уже неоднократно побеждала на Кубке мира, но выиграть на чемпионате России, говорит, было непросто. В первом раунде была ничья. Во втором она уступала своей московской противнице на пять очков, но не растерялась, собралась и в финальной схватке выполнила свой коронный удар ногой в голову. За это Марина получила два дополнительных балла, которые обеспечили ей победу. Поначалу было вообще непонятно, что я выиграла. То есть все подходят, поздравляют, я такая, да, спасибо. А уже потом приходит осознание, что все, ты чемпион, ты в сборной, ты будешь отстаивать свою страну на чемпионате Европы. Как бы горжусь собой. На этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Звоните в нашу редакцию по телефону 205-545. Кстати, спонсор прогноза погоды компании «Валар». До встречи.